здравствуйте друзья началась рабочая трудовая неделя понедельник мы возвращаемся с дачи это сейчас полдень и отвечаем на вопрос нашего зрителя вопрос я бы сказал не до конца так сформулирован как мне бы хотелось чтобы там были какие-то детали но вот без деталей получилось и так есть парень я думаю что мог лет 25 26 поскольку он там года три-четыре работает после института вот я думаю так лет ему 25 26 и формально вопрос звучит как объяснить рекрутеру как ответить на вопрос рекрутера почему я хочу поменять профессию тут еще что получилось он прошел тест на профориентацию тут на днях и получилось что у него действительно вот предрасположенность именно там в трем четырем видам деятельности вот по тесту к которым он реально тяготеет и между которыми как бы внутренне разрывается в одной из этих областей который он предрасположен работает и как бы успешно работает но у него нет ощущение что вот это может быть правильно может быть надо было что-то еще вот из того и в общем как-то у него сомнений но парень молодой и я так понимаю что он открыт каким возможностям не то чтобы там у него семья которая там на нем висит и там дети плачут и он не может себе позволить там пойти на некоторые снижение зарплаты временные там и так далее поэтому как бы сразу несколько проблем одна проблема я считаю гораздо более серьезная чем как с рекрутером разговаривать одна проблема гораздо более серьезно состоит в том нужно ли ему вообще что-то делать другое если он и так занимается тем что в общем то он должен был бы успешно делать собственно делает это успешно у него просто с червь сомнений присутствует я я вообще-то считаю что когда успешный человек занимается чем какой-то успешной деятельностью он все равно возвращается мыслями назад и в прошлое и он смотрит будущее и у него постоянно какие-то сомнения должны возникать может быть каждый раз там на другом каком-то уровне но он должен преодолевать сомнения как бы так истинная вера так если мы с этой стороны зайдем это не вера человека отмороженного который не в состоянии вообще в чем-то сомневаться вот ему положили камень там в мозг он с этим камнем ходит нет и истинная вера она через сомнения через вопросы через ответы и так далее то есть истинное осознание своего предназначения в жизни естественным образом проходит через осмысление и переосмысление и сожалению он не сказал какие там у него виды деятельности эти поэтому я просто помню как я этот тест сдавал и там я уже и психотерапевт и преподаватель математики и видеооператор я там же в этом сам причем и то и другое и третье так или иначе в моей жизни происходит я как-то умудряюсь совмещать более менее но просто я к чему рассказываю что если бы знать какие-то конкретные вот там профессии может быть я бы знаю профессии сказал бы ты знаешь что лучше ты вот в этом вернили есть там или что-то на днях у меня был разговор с молодым человеком и он как бы разрывался между такой естественно научной деятельностью и социальной такой социологии вот туда и я я ему сказал в этот момент так что ты знаешь что вот все таки деятельность естественно научная там есть какие-то более объективные критерии твоего вклада и при всем при том что спекулятивность есть и и в математике и физике того что ты делаешь можно спекулировать например не тем что ты доказал теорему или не доказал например насколько это теорему важно там для народного хозяйства есть есть возможность спекулировать и злоупотреблять в абсолютно в любой области но все-таки эти когда ты в социологии и вот этим занимаешься ты гораздо больше подвержен конъюнктуре и если ты хочешь как наукой заниматься и не зависит конъюнктуры то это тебе сложнее будет чем-то физики или там в электронике поэтому как бы тот набор видов деятельности который у него там в тесте вышел тоже конечно имеет значение поэтому я что думаю если он хочет попробовать себя в другом вид виде деятельности это неплохо не должен там изменил своему вот нас нынешнему виду деятельности в конце концов если он там через полгода через год через два-три захочет вернуться он вернется может быть уже на другом уровне и ведь я не вижу в этом никакого минуса честно значит гораздо важнее знать что ты занимаешься правильным делом чем ходить вот так вот колебаться там и так далее кроме того что тут еще сказать вопрос рекрутеру когда рекрутер это почему ты хочешь поменять вот у него было интервью он уже приходит на интервью по другой профессии и что-то этом на первом интервью не получилось вообще рекрутер на самом деле его функция для вас это отправить ваши резюме но те кто решение принимает они уже тогда решат интервьюировать вас живьем или нет после интервью они решат хотят они вас или нет рекрутер это такой заслон который надо просто пройти насквозь и все поэтому рекрутер надо говорить то что он хочет услышать а не то что на самом деле может быть там вы хотели бы сказать тому кто реально вас берет на работу или не берет на работу все-таки я я не вижу в рекрутере там какого-то такого глубокого философского смысла но вообще говоря несмотря на то что многие люди так и жить не могут но правильно если ты можешь не врать не ври зачем тебе лишнего на свою голову поэтому если если ты разговариваешься адекватным человеком и как с моей точки зрения это не рекрутера тот кто реально тебя берет это правильно там ну скажи правду а почему нет то есть ты конечно лучше лучше и проще вас нанять понимаете когда понятно что вы не ищете себя а когда вы пойти я нашел себя я себя нашел я хочу рвануть вот в этом направлении пойти спокойнее такого человека нанимать может когда ты берешь который себя ищет он может через три месяца обнаружить что-то не то не она и у него как бы нет такого обязательства что ли он не берет на себя должны комитмент как мы говорим не берет на себя обязательства там на ходу подметки там резать и рваться и добиваться чего-то в этой профессии для посмотреть ну конечно это это я как наниматель чувствовал бы себя не очень хорошо вот в такой ситуации но это как бы мое личное значит вы конечно не очень хорошо выглядит когда взрослый парень приходит и говорит знаете чё я вот тут оказывается судя по результатам теста ну или даже он может не ссылаться на тест но вот я как бы всегда тяготел там к трем-четырём видам деятельности и я вот сейчас пытаюсь определиться с этим или с тем вот в одном я уже поработал и я вполне успешный но как-то я вот не чувствую такого клика чтобы там каждое утро бежать на работу как на праздник и так далее но они в этот момент могут падать вообще из какого мира этот человек он вообще реальный как вообще что и что он такое говорит поэтому имеешь дело с живыми людьми значит надо к ним как бы такой подход что ли проявить то и надо им сказать то что они хотели бы услышать чтобы принять то решение которое вы хотите чтобы оно было принято это это больше так как бы роль отыграть давайте вы идете в какое-то действие у них своя роль они вас интервьюируют или там от отсеивают а у вас своя роль вы просеиваетесь насквозь поэтому у вас как бы таким немножко может быть даже конфликтующие такие приоритеты но я бы к этому относился проще то есть вот ну вот игра такая пришел быть или не быть но это же роль это же не то что вы там для себя этот вопрос решается отыграл пошел дальше там кушать лапшу там ускорить и поэтому так бы стал светик у тебя есть что-то сказать светлана головой машет может быть тема и не увлекла да она дополнительно машет не увлекла ну хорошо значит проблема разговора с рекрутером у вас состоит в том что вы сами с собой не не договорились вы сами себе не сказали почему вы хотите пойти и получить вот эту работу или может быть у вас внутри она созрела вы еще не сформулировали словами вот вы сформулируете вот сами себе но вот не надо посторонним но себе скажите вот из тех там 3-4 видов деятельности которые вас там на роду написаны и тестом проявлены значит вы выбрали еще один и ищите там работа почему не другой а чего вообще хотите вот допустим вы поработаете там два-три года в новую область ну 5 по каким критериям вы скажете себе это было удачное решение я успешен я добился того чего хотел или вы скажете я не очень успешен я хотел большего как решать будете пойти это же тоже очень важно вы сами себе скажите вот когда если вы будете читать книжку там по инвестированию денег там скажем в какие-то ценные бумаги все эти книжки там начинаются с азов и вот там один из азов говорит так когда ты заходишь в какую-то транзакцию у тебя должны быть критерии выхода вот допустим если упадет на 7 процентов там акция до полет в цене ночью выхожу или там 15 процентов я не знаю у каждого там по-своему нового должно быть вас должно быть понимание того значит как вы заходите как вы выходите или как считать что вы успешны как считать что вы не успешны очень многие люди ничего не делают своей жизни потому что у них критериев нет они не говорят себе я вот если вот в эту точку пришел я ухожу или если я в эту точку там пришел то я считаю что я успешно и я снимаю там какие-то вопросы критерии входа и выхода и когда вы сами себе это скажете на бумажке у вас появится гораздо больше потенциала в разговоре с другими людьми если вы сами себе не можете объяснить как вы другим то объясните и вы скажете вот ты понимаешь мужик вот у меня есть такой ориентир в жизни ты можешь сказать что он наивный что может быть я слишком много хочу но я хочу я не просто хочу я готов за это работать стараться там и тогда поэтому я на той работе на которой я работал я был успешен все было замечательно меня многие не понимают почему я ухожу а я ухожу потому что я чувствую себя не до использованным не до реализованным и я хочу знать что вот я делаю что-то где я на сто процентов вложился и и сделать все что мог по максимуму поэтому я в этой области поэтому я ищу работу здесь и для меня это не не вопрос того сколько я буду получать на первый год два или три а для меня это вопрос того что я много-много лет буду в этой профессии я буду очень успешным реализованным самореализованным вот вот из-за этого и если вы не врете не не вы не находите ответа на вопрос в гугле и там один значит там жуликоватый учит другого там без понятия и вот и если вы не будете вот эту ерунду копировать и очевидно такой булшет что сразу видно что врет но а что на самом деле непонятно не так плохо есть такая фраза я может быть расскажу на семинаре на одном я слышал и у меня дня три ушло чтобы ее принять эту фразу она звучала так нельзя сказать неправильные вещи правильному человеку а юкино цей в ирон цинк to the right person правильному человеку то что ты скажешь будет понято правильно если человек правильно то есть тебе может казаться может быть а лишнего сказал может быть а там еще что то но если человек правильный он тебя поймет но где взять правильно это же это же и есть проблема предстать перед правильным человеком и сказать ему что ты чувствуешь что ты думаешь и так далее чтобы он тебя взял такого как ты есть и и помогал тебе такому как ты есть прийти в ту точку в которую ты хочешь прийти это же есть самая большая проблема а уж рекрутер вы же понимаете вот вот уж действительно что тут сказать сложно это это не простой вопрос но самое главное с собой разобраться как только вы с собой разберетесь найдется очень 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 много людей которые скажут да это достойная задача и я собственно готов поучаствовать в ее решении она она мне кажется симпатичный и достойный по сравнению с тем как человек не знает чего хочет или может и знает но врет в глаза не смотрит там или еще чё поэтому я в я бы так поступил счастлива сказал sí она 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 она